Витаю дорогие друзья! Сегодня приготовлю найсмочнейшее варенье даджем из персиков або абрикосик. Это же что у вас есть. Перед вами все то, что понадобится для варенья. Персики, сахар и обязательно лимон. Вернее лимонный сок. Персики из своего сада и беру те, которые осыпаются. На них видны синячки, поэтому буду обрезать все повреждения. Я их уже хорошо помыла. Смыла весь пушок. Осталось только нарезать, удалить косточку и насколько это возможно, снять кожицу. Разрезаю персик пополам и ту половинку, которая с косточкой, тоже на две части. Ну и вот теперь удаляю кожицу. Не всю, а только ту, которая легко снимается. Та, которая останется, придаст цвет варенью и оно получится более янтарное. Если же вы хотите снять всю, опустите персики на несколько секунд в кипяток, буквально на 5 секунд. И переложите сразу же в холодную воду. Тогда кожица снимется вся. Варить варенье буду по принципу клубничного джема. Только будут небольшие изменения. Я уже писала в комментариях, что по этому рецепту можно приготовить не только клубнику, а также персики и абрикосы. Но не все читают, а варенье просят многие, поэтому решила записать видео. Выбирайте персики спелые, сладкие, ароматные, в общем самые вкусные. И для варенья желательно поплотнее, чтобы кусочки сохранялись, не разваривались. А для джема можно и помягче. Ну а если у вас нет персиков, а есть абрикосы, тоже пользуйтесь этим рецептом. Только они более мелкие, поэтому не надо их нарезать кусочками. Просто разделите на две половинки. Теперь в ту кастрюлю, в которой буду варить, нарезаю их кусочками. Можно длинными дольками или короткими. Это уже как вам захочется. Кусочки можно делать разными. Маленькие разварятся, варенье получится более густое, ну а крупные останутся. Сахар добавляю в три приема. Поделите его взвешиваю или на глаз. Сразу одну треть. Перемешиваю. Накрываю крышкой и оставляю до тех пор, пока персики пустят сок. На донышке уже достаточно сока, можно варить варенье. Огонь делаю сразу небольшой и довожу до кипения. Как только персики дадут больше сока, огонь можно увеличить. Время от времени перемешиваю, но по мере надобности, чтобы не сильно давить кусочки. Видите, сока уже стало больше. Начинается легкое кипение. Время пока не засекаю. Дождусь более явного, более выраженного. Так, вот сока становится все больше и больше. Добавляю огонь. Доведу до кипения. И не накрывая крышкой, чтобы выпаривалась влага, буду варить около 10 минут. С небольшим количеством сахара кипение более легкое. И поэтому быстрее и лучше выпаривается влага. То есть варенье будет погуще. Когда кусочки уже мягкие, помешивать лучше обратной стороной ложки, чтобы их не сильно давить. Вот посмотрите, сок уже окрашивается, становится бледно-розовый. Потом, когда добавится лимонный сок, он станет еще ярче. Прошло 10 минут хорошего кипения. Высыпаю вторую порцию сахара. Можно огонь немного уменьшить, пока он растворится. А потом посмотрите, если сока будет много, огонь снова увеличите. Персики у всех разные. У кого сочные, у кого мясистые. Поэтому смотрите именно на свое варенье. Вот начинается кипение. Сахар уже разошелся, растворился. Добавляю лимонный сок. Здесь немного и мякоти. Можно добавить и цедру, только совсем чуть-чуть, буквально щепоточку. Иначе она заглушит вкус и аромат персика. Это только в свежем виде они такие ароматные. А в варенье, в джеме он намного слабее. И на таком же огне, не буду его увеличивать, проварю около 15 минут. Смотрите, кипение хорошее, не бурное, не слабое. Пусть вот так вот варится, выпаривается влага. Добавляю последний сахар. Вот теперь, когда сахара много, помешивать надо чаще, чтобы варенье не прихватывалось и не подгорало. Если пригорит, этот вкус и аромат вы ничем не уберете. По консистенции и по кипению видно, что сироп стал гуще. И вот сейчас можете попробовать на кислоту. Если вам мало, добавите. Здесь уже весь сахар. Мне кислоты достаточно, поэтому просто увариваю дальше. Так, ну вот варенье прокипело еще 15 минут после третьей порции сахара. Можно закатывать в баночки. Если хотите гуще, уваривайте дальше. Дальше выключаю огонь. Банки обязательно простерилизовала. Крышки обдала кипятком и просушила. Остаток выливаю в пиалочку. И после остывания посмотрим, какое получается варенье. Посмотрите, какое оно красивое. Солнечное, янтарное. Прозрачный сироп. Целенькие кусочки. Очень аппетитно и вкусно. И из этой порции получилась одна баночка на 450 миллилитров и две по 330. Девочки, ну а теперь джем. Покажу очень кратко. Кожицу совсем не снимала. Нарезала произвольными кусочками. И пропорции персиков и сахара такая же, как и для варенья. Только другая технология приготовления. Вот с первой порции сахара персики пустили сок. Довожу их до кипения. Здесь можно помешивать почаще. Нам не надо сохранять кусочки. Поэтому мешайте, не бойтесь. Вот, хорошо закипело. Засекаю время и провариваю чуть больше. Не 10, а 15 минут. Чтобы больше выпарилась влаги. И здесь два сорта персиков. Один из них более плотный. И видите, дает не столько сока. Но для джема это только лучше. Заметно, что масса уварилась и стала немного гуще. Добавляю вторую порцию сахара. Хорошо перемешиваю. Кстати, я немножко убавила огонь. Довожу до кипения. И провариваю тоже около 15 минут. Посмотрите, какой красивый цвет. Здесь больше кожицы. И сок более яркий. Тоже часто помешивая, провариваю до следующей порции сахара. Можно сварить и по принципу яблочного повитла. Но все равно персиковое не получится такое плотное, густое. Потому что содержат они намного меньше пектина, чем яблоки. В яблоках единица, а в персиках 0,7. Поэтому таким густым повитло не получится. Проварилась 15 минут. Высыпаю последний сахар. От сахара тоже зависит густота джема. Но персики сами по себе очень сладкие. И если добавить сахара больше, получится очень сладко. Просто приторно-сладко. Добавляю сюда 2 столовые ложки лимонного сока. Как ярко становится. Проварю 5 минут. И буду перебивать блендером. Посмотрите, какое кипение. Прошло только 5 минут. Вот такое вот густое получается, ну, можно сказать, варенье. Сейчас буду делать из него джем. Если у вас персики сочные, и сока сейчас очень много, надберите его. Так как я делала это в клубничном джеме. Перебиваю блендером. Можно полностью, до однородности. Или так, чтобы остались небольшие кусочки. Вот так вот и достаточно. Теперь его надо уварить. И джем готов. Видите, готовится просто, быстро. Вот такая вот у него консистенция. Видно, что не такая однородная, как у повидла, которая перетирается через сито. Но это ведь джем. И видно, что он уже не очень жидкий. Посмотрите. Включаю маленький огонь. Обязательно зачищаю стенки. И постоянно помешиваю, увариваю. Еще раз повторюсь, огонь делайте маленький. Чтобы он не прихватился к донышку. При таком густом кипении берите лопатку или ложку с длинной ручкой. Джем стреляет, чтобы вы не обожгли себе руки. И выбирайте правильно посуду. Чтобы джем хорошо уваривался, не пригорал. Выбирайте кастрюлю с толстым дном. Кастрюлю или большую сковородку. Чем шире будет донышко, тем быстрее выпарится влага. Значит, быстрее уварится джем. Джем или варенье. Ну, давайте посмотрим, какой получился джем. Он горячий, но видно, что не растекается. Вот такая вот красота. Красивого цвета. Благодаря тому, что сахар добавлялся порциями, лишняя влага быстрее выпаривалась. И цвет не потемнел. Вот посмотрите, какая получается горочка. Видно, что он не расплывается. Густой, яркий, очень красивый и вкусный. Получилась бы еще маленькая баночка, но оставлю джем на пробу. Показать вам, какой он после остывания. Варенье и джем простояли сутки при комнатной температуре. Давайте посмотрим сразу, какое оно в баночках. Видно, что оно не жидкое, но и не сильно густое. Такое варенье у вас никогда не засахарится. И вот такой вот джем. Джем погуще. Но он такой и должен быть. Варенье очень аппетитное на вид. Вкусное, неприторно-сладкое. И вот такая вот консистенция при комнатной температуре. Если подержите в холодильнике, станет заметно гуще. Кусочки персиков целые, прозрачные. Очень напоминает мармелад. Сироп в меру густой. Вообще варенье получается вкусное. Ну, а это джем. В холоде он тоже застынет. Посмотрите, какой красивый цвет. Тоже вкусный, неприторно-сладкий, ароматный. Подойдет как для прослаивания кондитерских изделий, так и просто к чаю. Подать его с блинчиками, оладушками, сырниками. Точно так же, как и варенье. Готовьте с удовольствием. Запасайтесь на зиму. Очень надеюсь, что этот рецепт у вас приживется. Ну, а если вам подобаются мои рецепты, подписывайтесь на канал. Делитесь с друзьями. Залишайте комментарии. Дякую за вподобайки. И божаю вам всего наикращего.